Нам нужно встретить одного очень-очень важного человека. А ты откуда приехала? Я из Ялты. Из Ялты? Да. То есть на ЖД вокзале из Ялты. Это что, в Ялту уже пустили поезд или электричку? Да. Она ходит, снимает все свои камеры. Завернула камеру в носочек. Очень много пчелок таких по всему городу стоит. И можно устраивать целый квест. Найди всех пчелок. Всем привет, друзья. Всем привет. Так, мы сейчас в данный момент находимся на ЖД вокзале. Бежим, потому что опаздываем. Ребята, нам нужно встретить одного очень-очень важного человека. Это человек, это девушка. Так, уже практически опоздали, но я вижу, вот она. Так, вот эта девушка с светлым пальто, с рюкзачком. Видите, она повернулась спиной, как будто нас не видит. Ребята, но это не просто девушка, это еще и крымский блогер, но мало того, что это еще спортсменка, красавица и просто чемпионка Аполлинария Гордиенко. Я не успела включить, привезла въезда. А ты откуда приехала? Я из Ялты. Из Ялты? Да. То есть на ЖД вокзале из Ялты. Это что, в Ялты уже пустили поезд или электричку? Да. Об этом подробнее в этом видео, поэтому не переключайтесь. Так, ребята, так как Полина приехала на поезде из Ялты, ехала через Владивосток, она сильно проголодалась. И сейчас мы спросим, знает ли она где здесь на ЖД вокзале можно покушать, чтобы не отравиться? Автокафе. Автокафе. А что еще? Ну, больше я нигде не экспериментировала. Ребята, сейчас идем в автокафе. Полина пьет кофе, кушает. Но здесь, на ЖД вокзале, я вам не рекомендую нигде кушать, кроме автокафе. И аналога российского KFC. У нас это KFC. Ну что, погнали. Продолжаем рассказывать, где можно покушать. Вы вышли с ЖД вокзала. Вот здание вокзала. Сарак вышли с паровоза. Поворачиваете налево и идете в сторону троллейбусного вокзала, троллейбусной остановки и также автовокзала. Значит, мы видим автовокзал. Отсюда автобусы ходят на южный берег Крыма и во многие курортные поселки Крыма. Также на троллейбусе можно доехать до Алушты и до Ялты. Я уже неоднократно говорил, что это прекрасное времяпровождение. Из окна троллейбуса вы можете посмотреть красивейшие места Крыма. Посидеть, расслабиться. Также есть экскурсионные троллейбусы, где он проводит экскурсии по протяжении всей дороги. Значит, троллейбусная линия это одна из самых протяженных горных троллейбусных линий в Европе, ребята. В мире не знаю, но в Европе точно. И вот мы доходим, вы видите, автокафе. Значит, здесь можно перекусить. Да, это фастфуд. Но перекусить здесь можно и вы не отраетесь. Также можно на автомобиле заехать, как в Макдональдсе. Но Макдональдс из Крыма ушел, в Крыму Макдональдса нет. Возле автокафе находится автостанция. Значит, вот так выглядят кассы. Люди покупают билеты. Время работы кассы на кассах написано, ребята. Все здесь написано, все расписано. И написано реализация билетов на все направления. Так, идем, пожалуйста, туда. Это выход на платформы. Стоит охрана. Ну, вы сами понимаете, операция антитеррор. Она везде в Российской Федерации действует. И наименование автобусного маршрута. Пожалуйста, ялтинское направление. Гурзу в Кастрополь, Мисхор. Ялта. Судакское направление. Судак, Новосвет, Морское. Севастопольское направление. И в Патарейское направление. Сакское направление. Митяева, Новофедоровка, Прибрежная, Саки. Феодосийское, Алушчинское, Джанкойское. И Николаевское направление. Поселок, курортный Николаевка. Вот так выглядят автобусы. На которых вы, возможно, с железнодорожного вокзала поедете к своим местам отдыха. А вот вход в автокафе. Полина с Ирой уже пошли туда. Значит, я не голодный. Ирочка, надеюсь, тоже. Вот, как я говорю, можно на машине приехать и купить себе покушать, прям не выходя из автомобиля. Ну что, заходим. Вот блогер Аполлинария рассчитывается. Значит, можно рассчитаться как наличными, так и карточкой. Значит, роллы, бургеры, картошка, фри, чебуреки, чебоксары. Ребята, вот так выглядит само автокафе. Так что приходите, перекусывайте и в дорогу на курорты Крыма. Я уже вышел из автокафе. И вышел через боковой выход на улицу Гагарина. Я вам обещал показать, что такое ТСИ и ФСИ. Вот видите, через дорогу, через улицу Гагарину вы перейдете по пешеходному переходу, где светофор от жидовокзала. И попадаете тоже в такой общепит, в СИИ-ФСИ. СИИ-ФСИ, как я говорил, это аналог КИИ-ФСИ, который на материке. Опять же, это фастфуд, но это безопасный метод, так сказать, перекусить здесь на жидовокзале и отправиться дальше. Вот так выглядит автокафе. Сейчас Полина выйдет с сырочкой. И мы спросим, понравилась Полине еда или нет. Так, выходят две девушки из блогерского мира. Аполлинария и Ирина. И сейчас мы спросим, ну Ирину бесполезно спрашивать, как еда, потому что она не его. Аполлинария, твое мнение? Ну вкусно, почти как в Макдональдсе. Почти как? Друзья, да, говори дальше, продолжай, что ты хотела? Ну, мы когда выезжаем из Крыма, в основном, ну, многие мои знакомые, я в том числе, мы первым делом идем в Макдональдс, потому что у нас в Крыму нет санкций. Ну, а мы вместе с вами продолжаем свою прогулку по городу Симферополю. И куда мы переместимся, вы все увидите своими глазами. Ребята, подписывайтесь на два канала, на наш канал, на канал Аполлинарии. Ссылочка на канал Аполлинарии обязательно будет в описании видео. Так что, добро пожаловать на наши каналы. Да так как Полина в Симферополе бывает нечасто, попросила привезти ее в сквер. Ну, и мы сами здесь не были. Это сквер возле гостиницы Москва. Там, возможно, зрители канала Аполлинарии и нашего канала увидят видео про одни и те же места. Но будем снимать каждый со своей колокольни, так сказать. И заодно снимем немножко, как работает девушка-блогер, блогер-профессионал. Сейчас мы находимся на набережной реки Саугир. И как раз через реку Саугир, если перейти, мы перейдем по мостику. Находится этот небольшой скверик. Реконструкция закончена должна была быть в декабре прошлого года. В декабре 2020 года, где-то в начале декабря. Но сдали немножко позже. Были какие-то доработки, доделки. И сегодня даже не интересовался суммой, которая потрачена на реконструкцию этого сквера. Ребята, пройдемся, посмотрим. Все вам расскажем, все вам покажем. Сам сквер, в принципе, небольшой. Но пока я вижу, что он чистенький. Переходим по мостику через реку Саугир. Значит, набережная реки Саугир была реконструирована. Сделали ее достаточно хорошо. Но все равно появляются некоторые, так сказать, нелюди. Вандалы я их называю. Ну и называю иногда нелюдями. Которые расписывают и воруют решетки. Да, вот и распоткнулась. Смотрите, я покажу обо что она споткнулась. Вот плиточка. Вот новая плиточка. Как-то вот она. Так что будете ходить поаккуратнее, пожалуйста. Вот это один небольшой недостаток. Ну ладно, о недостатках не будем. Будем только о хороших положительных сторонах. Рядом с гостиницей Москва находится центральный автовокзал города Симферополя. Если вы будете здесь ожидать автобуса. Вот моя камера как раз смотрит в направлении этого вокзала. Находится рядом вот этот сквер. Сюда можно прийти, посидеть в тени деревьев. Значит, сквер оборудован фонарями освещения в вечернее время. Камерами видеонаблюдения. Травка зеленая, ребятки. Ну а дальше вам расскажет Ирочка. Дальше я вижу детскую площадку. Естественно, подойду поближе, посмотрим. Вдалека уже вижу, что она сделана, по-моему, даже не из пластика. Что очень-очень радует. Потому что эти пластиковые разноцветные детские площадки мне не очень нравятся. Я очень хочу подойти и потрогать, что это дерево или не дерево, или что-то под дерево. Но все равно очень хорошо, когда натуральные материалы. Давайте посмотрим. Корка, лазилка. Да, похоже, это дерево. Лазилка, горка, качельки. И здесь очень-очень много лавочек. Лавочки двойные. С одной стороны лавочка и с другой стороны лавочка. Давайте дальше пройдем. Посмотрите, какой огромный платан. Высокий-высокий. Урны есть. Это тоже хорошо. Плитка можно здесь, в принципе, нормально. Она новая еще. Так что ничего не шатается. Вот сад камней. Облагородили такой участочек. Видите, он небольшой. Совершенно небольшой сквер. Но здесь приятно находиться. Очень приятно. Недалеко проезжая часть дорога. В смысле. Вы знаете, шум машин практически не слышен. Так как высажены тополи. Они старенькие, да. Но они здесь есть. Зачищают этот сквер. А так вот. И что мне очень-очень нравится. Постелили или посели. Ну, скорее всего, постелили здесь травку. Зеленую травку. Видите, там даже подсветка. Подсвечивается еле. Но в этом сквере запрещен выгул собак. Так что, кто с собачками, надо искать какую-нибудь другую прогулочную зону. А это туйки, похоже. Может быть, не туйки. Ну, почему-то пожелтели. Ну, может быть, эти туйки придут в себя. Потому что сквер открыли совершенно недавно. В принципе, дождики у нас были. Влаги достаточно. Надеюсь, они не умрут, а выживут. Мне нравится этот сквер. Маленький, уютный, хороший, зеленый. Много лавочек. Есть детское развлечение. Супер. Ребята, Ирочка вам сквер показала. Надеюсь, показала она подробно. Если вы до сих пор смотрите это видео, и оно вам нравится, пожалуйста, напишите свой комментарий. Ну, а все новые зрители, подписывайтесь на канал. Сквер действительно очень ухоженный, очень красивый. Что самое хорошее? Урны пустые, урны почистили. Действительно, дышать, гулять по этому скверу очень прекрасно. Несмотря на то, что здесь рядом проходит автомобильная дорога, улица Киевская. И это что-то вроде бы фонтана. А вот работает профессионал, блогер Аполлина Игорь Диенко. Она ходит, снимает все свои камеры. Завернула камеру в носочек. Чтоб не замерзла, да? Теплый носочек. Зрители Евгения увидят, как выглядит моя камера, а вам не видно. Да, ребята. И вот это вот что-то типа фонтанчика или колодца. Ну, на фонтан это не похоже. Похоже на какой-то колодец. К сожалению, здесь не убирали. Я увидела еще одну локацию. Я до нее просто не дошла. Ну, сейчас быстрее, быстрее дойду. Представляете? На зеленой травке. Прекрасной травке. Шезлонги. Ух ты. Надо подойти. А интересно, по газонам можно ходить или нет? Таблички нигде здесь я не вижу. Можно ли ходить или нельзя? Значит, я пойду. Так, давайте посмотрим. Ну, присаживаться я сюда не буду, потому что сюда присаживаются или ходят ногами. Вот такие вот здесь шезлонги есть. Это река Салгир. Посмотрите. Какая прелесть. Уточки и селезни. Вот их здесь очень много. К сожалению, водички сейчас мало. Почему сейчас? Потому что в горах еще лежит снег. И я очень надеюсь, что вода в Салгире нашим прибавится. Ребята, мы сменили локацию и находимся в сквере возле кинотеатра Мир. В сквере Мира. Об этом в сквере мы снимали, поэтому, ну, не будем дублировать видео. Полина здесь не была. Она ходит, что-то рассказывает, показывает. Все это вы можете узнать на ее канале. Так что, переходите по ссылочке в описании. Подписывайтесь. Вот смотрите. Работает крымский блогер Аполлинария Гордиенко. Вот как она с энтузиазмом. Все вот так, вот, все вам расскажет, все покажет. Ребята, ну, в принципе, о сквере мы не будем говорить, но я хочу заострить на одну вещь. Внимание здесь. Здесь, в этом сквере, есть вот такие классные заросли бамбука. Это настоящий бамбук. Он растет не только на Юбака, не только на южном берегу Крыма, а и у нас в Симферополе. Вот такая бамбуковая небольшая рощица. Удочки нужны? Удочки, удочки, да. Полина, ты здесь не была? Нет. Не была. Значит, прогуляемся сейчас все втроем вместе по набережной. Самому интересно посмотреть, что здесь сделали. Ну, сохранили, в смысле, в том плане, как и было. Ничего ли не сломали. Сам Сау-Гир маловодные ребята сейчас, потому что водички мало в Крыму. Ну что, вот мы опускаемся на набережную и вместе с вами начинаем свое путешествие. В этом месте набережная пока я не вижу ничего такого экстра страшного. Ну, конечно, немножко расписали. Да, ребята, вот то, о чем я всегда говорил. Вот вандалы, они расписывают пешеходные переходы и власти никак не могут найти действенных методов, чтобы с ними бороться. Это пешеходный переход под улицей Шмидта. Тепленько, выглянуло солнышко. Люди вышли прогуливаться, дышать воздухом. Очень много людей на набережной. Освещение целое. Лавочки сохранились. Лавочки как раз в тему, ребята. Люди сидят, отдыхают, дышат воздухом, на солнышке греются. Потому что прошлая неделя вся была такая холодная-холодная. Шли дожди, мокрый снег. И люди соскучились по солнцу. Тем более мы крымчане, мы же теплолюбивые люди. Нам любой кипиш, кроме голодовки и холода. А так все будет хорошо. Смотрите, голубей. Очень много голубей. Гидропосев, который здесь сделали, к сожалению, паник. В прошлом году гидропосев был зелененький-зелененький. Но сейчас травки мало, к сожалению. Здесь пешеходная зона. Ребята, движение автомобилей запрещено. На въезде на пешеходную зону висит знак. Но некоторые несознательные люди все-таки сюда заезжают на своих автомобилях. Что здесь нового возле набережной появилось? Этого я не видел. Сделали небольшую зону отдыха. Стоят беседки деревянные, стоят лавочки, столы. То есть именно вот здесь, возле набережной, можно в этих беседках посидеть, подышать воздухом. Установили вот такие небольшие одинарные лавочки. Лавочки для одиноких, я их называю. Как мы видим, люди сидят, играют во что-то. И что здесь классного? Вот я увидел. Вот такие вот лавочки-лежаки, на которых можно позагорать. Делают какое-то здание, строят какую-то реконструкцию, делают. К сожалению, не знаю, что это за здание, ребята. Возможно, это что-то может быть, музучилище, потому что здесь рядом филармония и концертный зал музучилища. Ну, вот так выглядит вот эта вот небольшая зона отдыха. И внутри какие-то таблички. Природный ум и превосходная память, коварство без злобы, хитрость, безвукавство, счастливая смесь, причуд и величайшее опознание людей. Принц де Линь, австрийский военный атташе. Ну, вот такие мысли посещали военных людей. Опять же, вот Полина с Ирой идут, но Полина вообще не видела, ничего не пробуют. Вот этот лежак, Ира пробует лежак, удобно ли будет загорать. Но еще не лето, еще загорать, ребята, пока как-то. Ну, хотя некоторые экстремалы могут вот и Аполлинария на лежаке. Вот смотрите, две девушки тестируют вот эти лежаки для загара. Ладно, удобно. Нравится, да? Звуки стройки. Да, звуки стройки. Ну, стройка это временная. Ну, что, мы вместе с вами продолжаем движение дальше. Гуляем, отдыхаем. Встаем, 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 идем дальше, встаем. Вот. Блогерство это трудный труд. Продолжаем движение по набережной реки Саугир. И что я вижу, здесь установили туалеты. Ребята, и туалеты, по всей видимости, работают. Значит, туалет платный. Стоит это все удовольствие. 20 рублей. Туалета два. Один общий мужской, женский. И второй туалет для маломобильных лиц граждан. Сидит кассир. Время работает с 10 до 18 на 0. Это очень радует, потому что люди гуляют по набережной. Ну, мало ли, кому-то нужно по нужде. А куда? Под кустик уже не спрячешься, потому что очень много людей. Да, вот то, о чем я говорю. Очень много запаркованных машин. Сюда люди заезжают на машинах, хотя это пешеходная зона. Общее впечатление от набережной реки Саугир по прошествии уже некоторого времени после реконструкции. Набережная находится в хорошем состоянии. Если не брать в учет то, что подземный пешеходный переход расписали графики, всякие несознательные подростки. Ну, чистенько. Урны пустые, ребята. Ограждение набережной. Целые. Решетки не вырванные. Единственное, что гидропосев немножко в этом году не взошел. Может быть, его обновлять нужно. Я не знаю. А так впечатление очень положительное. Вот этот памятник цапли Сими. В своих видео мы как-то рассказывали, почему он здесь установлен. Ну, давайте я еще немножко продублирую. В этом месте реки Саугир стоял в свое время фонтан. И когда началась реконструкция этой набережной, было очень много работ. И здесь в основании фонтана жила эта цапля. Летать она не могла. У нее было повреждено крыло. Она жила, никому не мешала. И она не боялась вот этих вот шумных работ. Но какой-то несознательный выпивший гражданин слез в реку Саугир и пытался ее ловить. Испугал, напугал. И она ушла вниз по течению реки. А там есть заброшенная стройка. Очень много собак. И по всей видимости, люди говорят, что ее разорвали собаки. Многие приходили полюбоваться на эту цаплю. Они, конечно, сожалели о том, что ее нет. И по прошествии какого-то времени, по просьбам жителей Симферополя, поставили памятник этой цапле здесь. Ребята, перешли через реку Саугир и подошли вплотную к Екатерининскому скверу. Я вам раньше в прошлом видео, когда мы снимали про этот сквер, не показывал. Здесь у нас есть родник. Действительно, здесь вода раньше использовалась для питья. Я сам лично, когда был маленьким, пил. Но сейчас не знаю, ребята, как бы. То есть, этот фонтан от 1881 года. И течет вот такой небольшой родничок. Точнее, не фонтан, а родник, ребята. Родник, он благоустроенный, обустроенный. А мы вместе с вами сейчас поднимемся наверх и пойдем еще раз прогуляемся по Екатерининскому скверу. Я думаю, вам будет интересно. Когда мы снимали предыдущее видео о Екатерининском сквере, я специально оставил это на потом для следующего видео. Здесь мы вот по этой аллейке не гуляли. Смотрите, выложено все гранитной плиткой, такой небольшой. и сделано вот такая, ну, не знаю, как на... А, придумал. Сделан такой помост, деревянный помост. Ну, красиво, ребята. Действительно, очень красиво. Хотя, ну, вот я опять говорю, нет никаких методов борьбы с этими граффитчиками. Не знаю, как их назвать. Расписывают все. Ну, гулять вот здесь по этому помосту, постоять с видом на реку Салгир, подышать воздушком. Ну, просто прекрасно, конечно. Мы уже дошли до места, где находится в сквере фонтан. Ребята, ну, в принципе, все сохранилось в нормальном состоянии, но я уже в прошлом видео говорил, что некоторые несознательные люди, я это искал и в видео у Полины, поразбивали ограждения. Вот, ребята, парапет фонтана разбит. К большому сожалению. То есть, есть несознательные элементы еще, которые ну, творят вот такие вещи. И, значит, в видео о Аполлинарии вы увидите. Ребята, в Симферополе стали ставить очень много вот таких вот фигурок пчелкам. Очень много пчелок таких по всему городу стоит. И можно устраивать целый квест. Найди всех пчелок. Идем к памятнику Екатерины Великой. И, обращаю внимание, работает блогер Аполлинария Гордиенко. Всем смотреть, всем ставить лайки. Но, не только на канале Аполлинария Гордиенко, но также и на нашем канале. Ребята, смотрите, пишите свои комментарии, ставьте лайки. Да, Ирочка? Пальцы вверх. Пальцы вверх. Друзья, и проверьте, пожалуйста, кто подписан на нас, обязательно, чтобы был наш колокольчик. Правильно? Да. Там три колокольчика. Один перечеркнут, не получать уведомления. Один получать только на основе предпочтений. И один получать все уведомления о видео на канале, о всех событиях. И вот мы вместе с вами уже дошли к памятнику Екатерины Великой. здесь, как и раньше, все в нормальном состоянии. Фонтан сейчас не работает, во-первых, еще не лето, ребята. Во-вторых, все-таки, маловодный год, водички мало. сухой фонтан тоже не работает. Мы уже показывали этот памятник. Ну, действительно, этот памятник просто великолепный. Подростки сюда приходят, катаются на скейтах, развлекаются вовсю. Ну, а вот, ребята, вот здесь находится сухой фонтан. То есть, опять же, он тоже не работает. ну, ребятки, смотрите, наверное, это из-за воды плитка пошла вот такими вот ребрами. Чуть-чуть просила. Ну, я гречу на то, что это из-за воды. Я вам уже говорил, что в Симферополе можно устраивать квесты «Найди все фигурки пчелок». Здесь, за памятниками Екатерины Великой, еще одна фигурка пчелки. Это пчелка Йох. И идем дальше. Вот Эрочка пошла, там есть еще одна пчелка. Она как раз стоит на фонтане. А что это за пчелка? Интересно, я ее не видел. Честно говоря, очень много в центре города вот этих вот фигурок пчелок. Это пчелка Афродита. Я не знаю точно, но буду посмотреть их. Да, судя по виду, пчелка Афродита, да. Ребята, вы вместе с нами сегодня прогулялись по Симферополю. Мы вам показали кое-что нового и кое-что мы вам показали из того, что показывали. Спасибо за это огромное. Ну, конечно же, Полине, ну и мне, конечно же. Это Евгению Ирине, что показали Симферополь другим. Он прекрасен и становится еще лучше и лучше. Напомню, подписывайтесь на канал Аполлинарии, ссылочка будет в описании видео, в самом верху описания, так что нажимайте, подписывайтесь, переходите, смотрите, смотрите, улыбка, позитив, сплошной позитив. Самый позитивный блогер РФ. Да, и плюс самый спортивный блогер, самый спортивный блогер. На этой позитивной ноте я хочу свое видео закончить. Полину мы сейчас еще какой-нибудь отвезем, она будет снимать и много снимать, так что смотрите, не в лес, не в лес, не в лес, Симферополе какой-нибудь еще объект Симферополя красивый, да. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока и до встречи в следующих выпусках.